Наш порочный мир оброс кучей неприятных явлений, основанных на максимально типичных потребностях людей. Курсы, обещающие невероятный заработок, без каких-либо усилий, различные веб-кам-сервисы, он для фансов, ну и все в таком духе. Но! Можете ли вы себе представить комбы из монетизации женской красоты и массовой истерии по волшебным инфопродуктам? Ну, вообще, даже представлять уже и не надо. В последнее время я стал все чаще натыкаться на курсы консультаций по успешному женскому общению. Ну, содержанству, если говорить прямо. Красивые девушки обещают тем, кто пройдет одну-две консультации, невероятные успехи и подарки от мужчин, и переезды в экзотические страны. Главное, купить их инфопродукты и раскрыть свои чакры по максимуму. Так что сегодня я решил проверить эти курсы консультаций, разобраться в самой нише, изучить как бесплатные материалы, так и закрытые чаты клиенток этих прекрасных преподавателей. И отправить свою знакомую на один из таких тренингов, чтобы она, наконец, нашла себе миллионера. Я купил консультацию содержанки. Да, потратил деньги, чтобы не пришлось вам, если нуждались в подобном, конечно. Приятного просмотра. В общем, для вас, думаю, не секрет, что бесполезные инфопродукты действительно все больше и больше захватывают внимание в СНГ-пространстве. Ну, как бесполезные? Все-таки умение разводить мужчин на деньги такой. Своеобразный юзкейс. Но сегодня я хочу обратить ваш взгляд на реально полезный, более того, универсальный курс. Фулл-стэк-разработчик от Skill Factory. Который сделает из вас полноценную, и что еще важнее, самостоятельную рабочую единицу в IT. Это тот самый спец, который отвечает и за фронтенд, и за бэкэнд. Проще говоря, он в одиночку может создать и поддерживать сайт, приложение, веб-сервис или бота. Хотя обычно для этого нужна целая команда. Поэтому сейчас их нанимают и крупные компании, и стартапы. К слову, на отечественном рынке средняя зарплата в профессии – 200 тысяч рублей. Главный плюс курса от Skill Factory – практика. В процессе вы с нуля научитесь писать код, сделать идеи из проектов, от простых игр до серьезных веб-сервисов. Сможете пройти стажировку и хакатоны, где потренируетесь решать реальные задачи бизнеса. Поэтому к концу обучения у вас уже будет портфолио и опыт в резюме, которые помогут вам устроиться на хорошую работу. Для всех моих зрителей по промокоду Харчевников действует скидка 45%. Регайтесь по ссылке в описании и получайте реально полезные знания. А мы возвращаемся к нашим сегодняшним... да в чем-то. Собственно, что такое в принципе консультации у содержанок? Чаще всего это просто общение с девушками, которые имеют ключи от, скажем так, меркантильной максимально рациональной коммуникации с мужчинами. Примеры прямо на виду. Хотя нагуглить такое у вас вряд ли получится. Девушки на просторах запрещенной социальной сети пушат рилсы о том, как зарабатывать от 50 тысяч долларов за общение с мужчинами, как их ученицы находят спонсоров на 400 тысяч рублей в месяц, также делятся топом мест в Москве для поиска спонсорских отношений. Короче, перечислять список можно долго, а в других уникальных кейсах могут встречаться переезд со спонсором парня в Швейцарию и прочие радости жизни. Сразу скажу, я не какой-то мизогин или сексист, но просто такое позиционирование мужчин, как кошельков. В общем, ладно, все, наверное, говорю еще в ролике на хейт-комменты. Давайте просто продолжим. Еще один важный момент. Некоторые девушки продают прям голые консультации по эффективному общению с парнями, другие же добавляют к таким гайдам еще и астрологические анализы. Второе, все сопутствующие эзотерические практики. Вроде как звучит в любом случае не супер уникальные продающие. Да, но вот мне тоже так сначала показалось. У таких девчонок не супер огромная аудитория. Несколько тысяч, иногда десятков тысяч подписчиков. Однако при этом они даже запускают подобную рекламу в Таргет, а значит, услуги действительно пользуются большим спросом. Что ж, давайте узнаем о содержании курсов для девушек, которые хотят жить исключительно за счет успешных мужчин. Со стороны парня, согласитесь, интересно узнать, какими такими способами девушка может выманить из вас, ну там, 30, 40, 50 тысяч долларов, если у вас есть, конечно. Надеюсь, также расскажут, где и как их можно заработать для моей будущей содержанки. Ну и перед покупкой консультации пройдемся по самым ярким представителям ниши, постараемся найти идеальный вариант. Ну и в целом посмотрим на позиционирование этих прекрасных курсов. Начнем с достаточно организованной барышни, она, видимо, занимается продажей подобных инфопродуктов, уже долгое время имеет больше 100 тысяч подписчиков, а также периодически проводит бесплатные вебинары для ищущих себя львиц. Ну и явно постарше других представителей сферы. Это не точно, сужу по ламповым вебинарам в телеге, которые она ведет салатики из своей кухни. Устраивала стандал, устраивала драму, ну в общем, как бы на пустом месте, и это у меня очень хорошо получалось. В общем, контента там много. Однако найти у нее подходящий инфопродукт мне все-таки не удалось. Хотя бы потому, что минимальный тариф на услуги конкретно этой проводницы в мир содержанства стоит 24 тысячи рублей, тогда как включает в себя лишь онлайн материалы без обратной связи. Такой же пакет, но с обратной связью от куратора обойдется уже в 36 тысяч. Тариф с личной консультацией от королевы интеллектуального флирта, как она сама себя называет, стоит 400 тысяч рублей. Дороговато? Хотя купится же вроде. Давайте искать дальше. И вот тут мы переходим к самой успешной преподавательнице за сегодня. Та самая девушка, которая помогает найти спонсоров на 400к из начала ролика. В целом, тут мы имеем дело с профессиональной эскортницей. Я не утрирую, девушка сама говорит об этом в своем профиле. Ну и, собственно, учит грамотному и эффективному общению с мужским полом своих подопечных. Вот именно здесь прям гора истории о том, как найти спонсора, где, собственно, искать, в каких местах обитают мужчины с деньгами, как с ними общаться и тому подобное. Знали ли вы, что не только эскортницам, но и обычным красивым девушкам нужен райдер? Определенные классы машин или блюда для регулярного питания. Да, вот так вот, довольно интересно. К слову, у девушки есть даже небольшой бесплатный гайд по манипуляциям в переписке с парнями. Я его получил, и парень, я прям точно выложу его в телегу. Но чисто для первоначального ознакомления. Ссылка в описании, переходим, подписываемся. Список фраз-ответов для нарциссов, список фраз-ответов для парней, любящих инициативных девушек, достигаторов, темщиков. Вот просто фулл гайд с примерами и конкретными фразами для манипуляции парнями. Ну и орфографическими ошибками. Куда без этого. Пообщаться с данной девушкой мне стало прямо интересно, однако меня осадила ее ассистентка. Консультация от 45 тысяч рублей. К слову, ночь с девушкой, судя по ее истории, стоит 400. Короче, во-первых, осуждаю, а во-вторых, дороговато. Давайте искать дальше. После долгого ресерча и отбора кандидаток, вроде как нашел идеальный вариант. Данная девушка имеет лишь несколько тысяч подписчиков в НСТ, однако ее видос также прилетел в мой таргет. Рилс, где девушка после консультации с нашей преподавательницей смогла с первого же свидания улететь в Швейцарию на ПМЖ с новым молодым человеком. Консультация в этот раз стоит тоже прям дешево, но хотя бы оправдана за простой разговор в видеочате. Чуть больше 8 тысяч рублей. Однако, основная суть раскрытия женской энергии и таких прекрасных последствий в общении с парнями заключается в астрологических раскладах, которые делает наша героиня. В общем, тут прям комбат с всевозможных триггеров. Переходим к общению. Началось оно с игнора длиной в сутки, а затем выяснилось, что с самой консультацией нам нужно будет ждать 11 дней. Я, как вы понимаете, сгорал от нетерпения, так что уже своими приемами и убеждениями «Да, я такой» уломал гуру на более скорый анализ личности. В общем, докинул пару тысяч к дефолтному прайсу, и эксперт по содержанству не смог устоять. К слову о том, кто будет слушать весь этот бред, то есть уникальный гать по поиску миллионера. Моим тайным агентом стала Анастасия, подруга моего редактора Константина, которая обычно проводит подобные крыжовые созвоны. По легенде, девушка уже полгода без отношений, ее прошлый парень не удовлетворял все потребности, не дарил подарки, не содержал. Девушка устала, теперь ищет того, кто мог бы закрывать все хотелки. В общем, типичного папика. Короче, когда наш эксперт поинтересовался о целях консультации, Анастасия ответила, что желает, чтобы мужчины делали для нее все, чего она захотела, без лишней лирики. Гура попросила Настю скинуть ее дату, время и город рождения. Ну, астрология, натальные карты, короче, сами понимаете. И вот через пару дней эксперт сбросил расклад нашей Насте, а также приложил гайд по тому, как подбирать парня, исходя из его натальной карты. В целом, большую часть интересной информации оттуда преподша обещала разобрать во время созвона, так что давайте переходить к нему. Вместе на созвоне с Настей будет присутствовать Константин. Подсказывать вопросы, слушать и вникать в непростую природу женской энергии. Настя слегка волновалась, но по итогу созвон начался достаточно комфортно. Расскажу все про отношения, все чат-коды, лай-хаки лично для себя и для тебя. Как сделать, чтобы у тебя жизнь была в шоколаде. Сходу наша преподавательница начала попросту одаривать собеседницу комплиментами, рассказывать ей, насколько круто все звезды сошлись, какая она женственная, красивая, да еще и умная. Как бы все правда. Да, но на данную часть созвона мы потратили где-то минут 30-40 безостановочных комплиментов, кармических целей и прочие эзотерики. Все якобы ради того, чтобы Настя поняла, что все эти позитивные черты в себе надо сохранять и развивать при поиске партнера, но девушка по итогу постаралась все-таки сменить вектор диалога на интересующие нас проблемы. Нет, очень много не появляют именно в этом моменте, вот такое, например. Настя, молодец, хорош. А подожди, ты хочешь поехать туда на отдых, либо ты что-то боишься, что-то произойдет, тебя в церкви-то, может быть, не сможешь оставить границу, скажем. Скажи, что ты скромная, скажи, что ты скромная, ты боишься принимать это как-то. Я боюсь это именно принимать в моменте, то есть мне вроде бы все дали, а мне еще как бы какое-то неуверенность, что это именно искренне, то есть это много хотят воспользоваться, или это реально какое-то вот, меня хотят позвать, со мной провести время, и поэтому какой-то страх принимать и какой-то шаг делать для меня. По итогу наш агент на ходу выдумал историю о том, что парень предлагает ей уехать с ним на отдых, однако она пребывает в сомнениях, а стоит ли оно вообще того. На что наша преподавательница ответила неоднозначно, но весьма адекватно. Хочешь ездить, хочешь не ездить, главное расставляй личные границы. А вообще привыкай, потому что ты королева, это твоя натура, и такого в жизни будет много. В общем, на данном этапе показалось, что девочке платят наш виду не в основном за поднятие самооценки, что вроде как может позитивно сказываться на эффективном общении с парнями. Но идем дальше. Через пару минут Настя решила уже напрямую задать вопрос, как вообще просить подарки у мужчин. Ответ в целом получался развернутым. Мне еще интересно больше то, что мы говорили про то, что просить подарки из серии, что это я пошутила, что сразу фокусирует, привет, меня зовут Настя, вот мой вишлист. А как это правильно, корректно делать? То есть на понятном моменте хочется, чтобы тебе что-то дарили, но именно прям попросить или что-то такое тоже какие-то. Я буду рассказывать свой опыт просто раз. У тебя на Венера в Вольбе, и мужчины, я почему-то так сказала гайд, потому что это реально, это на самом деле, гайд по мужчинам. Словно просто по крупицам, на опыте, на какой-то информации. Есть мужчины также щедры. То есть мы при помощи с тобой будем разбирать карту мужчин, да, потому что мы понимаем себя, мы, конечно же, понимаем, чего мы хотим, мы понимаем, что с нами в отношении второго человека, второго человека попроси, второго человека другие форматы проявления любви. Кто-то управляет свою любовь реально просто больше на словах, либо больше на действиях. Он только может быть тихий, спокойный, он тебе там не подарит карте, но он там, не знаю, все это действие будет себя постоянно решать. И чтобы понимать, человек, не знаем, как управлять свою любовь по этому гайду, мы понимаем, что человек в тебе заинтересован, да, и он в целом может обеспечить твой запрос или нет. Вот мужчины есть щедрые. У кого есть деньги, самооценка и показания в карте, потому что они щедрые, они, мой опыт, они никогда особо и, во-первых, на твои запросы не реагируют, как какие-то вещи, типа, что ты захотела, что-то вот такое, суперзавышенное ожидание. Они, наоборот, сами помогают, ты только навекаешь, они уже улавливают твои намеки и тебе денежку какую-то вычисляют, например, там, снимают квартиру, если ты не хочешь сразу суть из твоего человека, он тебе предлагает сниматься, что, ну, типа, все, давай уже серьезно настроим, давай съезжаться. В общем, парни, у которых Венера не во льве, я вам искренне сочувствую, вы вряд ли щедрые. По крайней мере, по словам нашей преподавательницы, чаще всего именно с таким раскладом сталкивалась она. Говоря словами эксперта, бичи, конечно, подарки дарить девушкам не будут, намеков не понимают, а вот любящий мужчина при деньгах, если откажетесь сразу жить с ним, просто снимет вам квартиру в своем районе. Потому что понимает и предпринимает, а не жалуется на жизнь. Парни, записывайте. Далее наша преподавательница вновь сменила тему на расклады и примеры поиска нужного бойфренда. Продлилось это удовольствие еще минут сорок, но моментами проскакивали интересные комментарии. Ты начинаешь общаться с кем-то человеком, сразу понимаешь, ты разу меня встречаешь какого-то, ну, первых секунд, который не заплатит за тебя за ужин, или расскажет на какой-то запрос твой, ну, ты, там, знаю, ты ебаный, я такого делаю. Вот человек говорит в первых секунд на каком-то минимальном проявлении тебя, какой-то самооценка тебя глушит, типа ты завышенно очистывая, вообще ты даваемый мотиватель по-другому, то есть, ну, это для тебя яркие критерии, что это, ну, откровенно, это какой-то абьюзер. А вот как раз-таки, как строятся отношения здоровые, опять же, вот, ты проявляешь себя, ты понимаешь, человек, оставайся самостоятельно, что делать. В общем, парни в очередной раз впитываем, а отказался платить за ужин, или не согласился с девушкой, лох плюс лох. Ты глушишь ее энергетику, подумай о своем поведении на досуге. Если без шуток, то кроме парышки циничных комментов в сторону мужчины, уже известных по ее соцсетям историй про то, как ее клиентки получили карте и поездки в Швейцарию, больше ничего интересного на нашем занятии замечено не было. Так как наша экспертша в основном разбирала тонкости женской энергетики, по большей части поднимала на стену самооценку, вроде и продуктивно, но как-то смазано. К слову, продлился созвон аж 2 часа 10 минут. Константин, как вы понимаете, по полной погрузился во все детали женской психологии. и женской энергетики, в общем и целом, Константин решил узнать мнение Наси после самого занятия. Думаю, тут можно обойтись без комментариев. Давайте сделаем общие выводы по нише таких прекрасных инфопродуктов. Очевидно, что сам рынок консультаций и курсов по эффективному общению с мужчинами для содержанства тут кому как удобнее весьма разнообразен. Есть и консультации с эскортницами в бинары с курсами за 400 тысяч от женщины слегка за 30. И вот такие прекрасные чудеса астрологии раскрытия внутренней женской энергии. Стоит ли наше занятие своих денег? Ну, как плацебо, поднятие самооценки, это, скорее всего, работает неплохо. Но 8 тысяч я бы за это не отдал. Ну, я же, как бы, я, ну, я не девушка, тоже верно. Поэтому я очень жду экспертного мнения от представительниц прекрасного пола внизу в комментариях под видео. Будет очень интересно почитать именно ваше мнение. Если вы хотите, вот прям серьезно хотите, чтобы я купил консультацию с кортницей за 45 тысяч рублей, набираем под этим роликом 45 тысяч лайков. Я сделаю это, клянусь, обещаю. Только без накрутки. Не так уж и много, согласен? Все дополнительные материалы будут в моем телеграм-канале. Ссылка на него находится в описании под видео. Подписывайтесь, там много интересного, полезного контента, в том числе и лайв. С вами был Саня Харчевиков. Лайк, колокольчик, подписка, интересный комментарий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok